Что делаешь? А что тут происходит? Чего ты тут закрылся? Плов готовлю. Плов готовишь? Здрасьте. С пивом? С мясом. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. Что ты готовишь? Я еще не подготовился. Так что ты уже начинаешь? Я начинаю, я уже готовлю. Мясо уже сохнет. Морковка нарезается. Что происходит? Слушай, ты подписчикам показываешь слишком рано. Мы же должны рассказать, как приготовить лучший плов в их жизни. Что ты уже заранее пришла? Это будет белорусский плов. Национальное блюдо. И только попробуйте сказать, что не национальное. Моему мужу будете с ним там вести разговор. У него любое блюдо все равно белорусское национальное. Игорь, это же национальное белорусское блюдо? Естественно. Ладно, давай я уйду и приду, когда уже будет порядок. Давай идти. Мы сегодня будем готовить лучший плов в жизни. Понятно же дело, что самый лучший плов получается обычно тогда, когда ты идешь в казан с дровами. Где-то на природе свежей или там у тебя большущая кухня. Подожди, а как можно в казан зайти? Я сказал в казан зайти? Когда ты идешь с казаном на природу, у тебя большой частный дом и у тебя есть возможность готовить нормальный такой вот по процессам. Но, к сожалению, не всегда эта возможность есть. И есть очень старинный белорусский рецепт. Почему он белорусский? Потому что он, в принципе, белорусский вариант. У нас вот так вот всегда, в принципе, готовят. Казана нету, но зато есть чугунная утянница. Эта утянница, она, да, немножко страшненькая, но ей примерно столько же, сколько и нет. Мне кажется, даже она старше. Еще с тех самых советских времен она осталась. Мы когда поженились, он с ней приехал. Мы ее не выбросим теперь, это наш талисман. Из поколения в поколение передающие. Утянница и варенье это то, что мы передадим нашей дочери. Кстати. Короче, тот рис, который у нас в магазинах обычно продается, который мы покупаем, он не подходит. Мои коллеги по работе из Азербайджана первым делом, когда увидели плов, который продается в столовках, сказали, что это какая-то вязкая каша с мясом, но нифига не плов. И самый главный ингредиент, самая главная фишка плова – это правильный рис. Ну, с тех пор я для себя открыл, что рис, оказывается, дофигища сортов существует. И нужно выбирать получше. Обычно для плова мы покупали рис в басмате. Он стоил где-то примерно 7 долларов за килограмм. Но сейчас я его не нашел, я купил вот, собственно, такой вот просто Red Rose. Это индийский. Мне больше, конечно же, нравится вариант из Ирана. Он более ароматный, но это вроде бы тоже нормальный. И вот такой набор чудесных продуктов. Из этого всего мы приготовим... А где же зира? А вот для зира мы будем использовать полезский вариант. Вот это вот приправа. Ну, зира же нужна. Так это же зира здесь примолотая. Обычно баранину, ребра, еще что-нибудь можно взять. Мы собранные белорусы. Да, у нас есть свининка, мы со свининки. Можно и с курицей, в принципе, какая разница. Чесночок, морковка и лучок – это все, что нам надо для плова. Ну что, сейчас мы их разделываем. Мой умелец уже все нарезал. Очумелые ручки. Так. Да, друзья. Мясо. Мясо. Свининка. Лучок накромсал. Да, лук крошим квадратиками маленькими. Морковь. Морковь. Ломтиками. Ломтиками, да, ломтиками такими. Может их... Нет. Ее обязательно надо такую. Очень длинную, не надо наполовину разрезать. Не надо. Веря. Нет, это как морковка, она пойдет. Это очень шикарно, она дает вкус и будет красиво смотреться. И именно такое надо. Все... Какими длинными. Все профессионалы плавоведы, все профессионалы плавоведы... Белорусские. Белорусские. Делают именно так. Конечно, режут не так кряво, как я. Но, тем не менее, это фишка. Вот. Ну и смесь специй с зирой. Зиру добавили. Да. Зира и перцы... Что там, что? Криандр? Да. Полески. Все полески, все натуральнейшие ингредиенты. Рис в асмате, он должен быть, естественно, промыт. И у нас он уже замачивается где-то около полутора часов. Зажигаем турбокомфорту. Очень важно, чтобы температура той емкости, в которой будет готовиться плов, была максимальная. Это как будто бы вы готовите на дровах на открытом пламени. Мы не будем делать выпекание курдючного жира. Мы не будем жир топить из курдюка, потому что у нас его нету. Угу. У меня есть сало, я могу и сало натопить. В магазине, в принципе, продаются уже курдюк. Можно его купить, да. Но мы не будем. Мы пойдем чисто по... Принципиально не будем. Это наша позиция. Либо... Потому что... Либо просто не будем. Мы просто... Просто не будем. Просто на посолнечном масле, да. Просто на посолнечном масле. Первое дело, обжариваем мясо. Мясо, если у вас оно было замороженное, приседите, чтобы оно разморозилось и было сухим. О, шпаршись. 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 Так. Мясо обжариваем. До полуготовности? До какой степени? До появления корочки. Сейчас я его немножко накрыл, чтобы оно отлипло. Наша задача сейчас его просто обжарить и потом постепенно добавить. Игорь, я же мастер-шеф смотрю. Модное слово. Запечатать. Мы запечатываем его. Да. А запечатаем что? Внутри сок, чтобы оно не потеряло сочность. Да. Оно сразу легко отлипает. Если... Сначала, после того, как мы его добавляем, оно немножко прилипает. Зарвет литочки. И оно уже нормально потом отлипает. В этом третишке. Почему оно должно быть максимально сутимым? Если оно будет с водой, оно сразу же его выпустит и будет само себя тушить. Мясо уже достаточно запечаталось и мы можем смело добавлять сюда лучок. Лука много, да? Да. Лука, конечно, должно быть много. Лук всему голова. Есть самая популярная добавка в нашей тесне. Обжариваем до золотистости? Да. До золотистости. Добавляем морковку. Потом добавим уже сразу в жирец и водичка будет кипеть. На все про все сколько? 15 минут. И он будет готов. То есть подготовка продуктов минут 10-15. Все почистить, нарезать. Мясо жарится там тоже в районе 10 минут. Плюс-минус. И уже когда все это собирается вместе, минут 30-40, ну, пока вода не выкипит, и плов готов. То есть на все про все в течение часа. А затраты на производство этого блюда, ну, минут 30. Даже непосредственно можно будет тусить на кухне и следить за процессами. Так, добавляем морковку. Ох, мне кажется, ломти. Это прекрасно. Морковки мало не бывает. Она дает особо. Нет, мне казалось, что надо хотя бы на половинку вот это. Я бы разрезала. Но сейчас мы ее постараемся не поломать и замешать, зажарить. Но оно в процессе приготовления все равно переломается. Когда станет мягкое, оно уже все будет. Ну, то есть она не будет с другими такими палками. Мы уже почти готовы к тому, чтобы приступить к тушению. Сейчас мы это все дело поперчим, посолим, забросим специй. Почему сейчас? Потому что потом будет поперчим. Сколько много специй? Специй много не бывает. Соли, естественно, по вкусу. Добавили соль, добавили специи. Сейчас добавляем туда печенную воду. Так, теперь кладем туда целую головку чеснока. Не чищу ничего. Все. Накрываем минут на 10-15, пускай оно протушится. И после этого мы добавим туда рис. Оно немножечко протушилось, вода чуть-чуть выкипела. Соответственно, мы можем добавлять рис. Только мы предварительно чесночок уберем, он нам еще пригодится. Сливаем воду с риса. Аккуратненько по краям распределяем рис. Мы готовим на один раз поесть обычно. Я знаю, просто некоторых принято готовить сразу же на неделю. Кстати, вот интересно, друзья, а как вы предпочитаете готовить? Один раз надолго или же каждый раз, но на один раз? Каждый раз на один раз. То есть небольшие объемы еды, которых хватает на один прием пищи. Мы не готовим на несколько дней вперед, потому что никто это не хочет есть. Ничего не перемешиваем. Вот так сверху укладываем рис. Воду добавлять еще нужно? Конечно. Добавляем воду, чтобы она покрыла рис, чтобы он не перемешался с мясом. А чеснок будем возвращать? Когда все готовится. То есть чеснок уже не надо? Да, чеснок уже протушился. Только в конце готовки его туда? Да, только в конце готовки. Я думала положить его сейчас. Чеснок же будет как соус. Ну так он же, мне кажется, еще не готов. Пожалуй, его надо сейчас положить. Уже готов. Он еще прилежит к горячим рисе и будет уже мягким. Она должна чуть-чуть покрыть рис. Уже покрыла. Все. Достаточно. Все, вот столько воды достаточно. Теперь накрываем крышкой. Да, и оставляем выпариваться. Рис у нас уже был замочен где-то примерно на полтора часа. То есть он уже впитал в себя воду. Наша задача, чтобы он не переварился, был аль денте. Где была? Ну, пришла, друзья. Шедевр готов. Пока ты где-то ходила, шедевр готов. В общем, друзья, смотрите. Плов считается готовым тогда, когда у него выкипит вся вода. Под рисом никакой воды уже нету под мясом. То есть все, он впитался, он аль денте, он изумительно нежный и вкусный. Видите, какой? Ну, так может на тарелку высадить, чтобы посмотреть. Мягкий. А вообще, на самом деле, плов это чье национальное? Азербайджанское блюдо? Ну, азиатское. Ну, азиатское, да? А там уже каждая страна будет говорить, что это их. Кавказское, да. То есть тут кому не лень. Там, где его готовят в основном, там, собственно, можно и сказать, что это национальное блюдо той страны. Ребята, вы уже поняли, что это наша белорусская версия плова. Наша национальная, да. Мы, как всегда, на классику не претендуем, потому что, конечно, ее повторить нет никакой возможности. Поэтому, ну, вот так вот мы готовим для себя. И для нас это, да, самое лучшее. Не, на самом деле, это простой рецепт, быстрый, и он вкусный. Он все-таки приближен к классическому рецепту плова. А рис действительно рассыпчатый. Да, видите, он еще немножко покрасился. Если было бы больше морковки, он был бы, конечно же, желтее. Ну, можно было бы еще куркумы добавить. Мне куркумы не нравится. Ммм, вкусно. Друзья, пишите ваше мнение по поводу рецепта плова по-белорусски. Претендует ли он название лучшего плова в вашей жизни. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok